Открытки коллекция Анны Ковалевой, директора музея Брест-театральный. На выставке представлено порядка трех сотен экземпляров. Всего у Анны Филипповны их около 11 тысяч. Идея собирать почтовые карточки формировалась постепенно по мере их накопления в домашнем архиве. Его часть в минувшую субботу и была представлена публике. В детстве мы все писали друг другу, нам писали знакомых, было много на все праздники. Это все складывало, 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 складывало. И получилась какая-то коллекция. Потом уже просто раскладывали все это по тематике. Отдельно зверюшки, отдельно природа, отдельно поздравительные. В коробочках с подобными очень хорошо складываются. Так лежишь, так это 7 ноября, это Новый год. Мы решили сделать эту субботу посвятить новогодним открыткам. И не просто новогодним открыткам, а именно история страны в новогодних открытках. Потому что любая история, она всегда где-то отражается. У художников в картинах, то же самое в открытках. И поэтому даже просто собирая открытки, любые, особенно если новогодние или какие-то такие неконкретные пейзажи, а именно тематические, то можно проследить историю любой страны. По традиции встречать гостей Анне Ковалевой помогали юные экскурсоводы. Каждая из девочек отвечала за определенный временной промежуток и рассказывала об особенностях открыток в эти годы. Я рассказывала про 70-е годы. Тут открытки показывались, что были на Рождество обычно популярные. То есть на открытках свинью изображали. А вот в царской России свинья как-то не очень нравилась. И поэтому там изображали мишек. Но мишек иногда считался таким неуклюжим. И поэтому их заменили на зайчиков. Также тут мы возвращаемся к космической тематике. Это связано с тем, что был построен первый луноход. Также здесь есть открытка, посвященная тому, что был изменен российский гимн. Есть открытка, посвященная БАМу. Это Байкало-Амурская магистраль. Мне понравилось больше всего, как Юрий Гагаин летал по космосу и разбрасывал телеграммы с Новым годом. Ну и когда пейзажи фотографировали зимой. Зима очень красивая. Мне понравилось то, что когда в Советском Союзе открытки были запрещены, то поскольку Брест и вся Беларусь входила в состав Польши, то там эта традиция не угасла. И открытки продолжали посылать. К слову, у гостей, которые пришли в третью субботу месяца на мероприятие из цикла «Мировые легенды» в коллекциях наших горожан, была уникальная возможность ознакомиться еще с одной экспозицией. Речь идет о главных новогодних волшебниках Дедах Морозах. Презентация коллекции состоялась перед главным праздником в году. Однако окунуться в атмосферу волшебства еще есть шанс. Обе выставки доступны к просмотру до 10 февраля.